Скорпионы, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер. И в данном видео хочу предложить вашему вниманию тороскоп на ноябрь 2019 года. Работать будем сегодня с вами с двумя колодами. Первая колода у нас основная. Это второго маленького принца. Вторая колода у нас вспомогательная. Оракул Кипера. Традиционно, либо для тех, кто не в курсе, мы с вами будем выкладывать общую атмосферу месяца. А также события, которые наиболее вероятно отыграются для вас во всех сферах жизни. А именно, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и карта дают совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести данный месяц. Напомню, что тороскоп общий. Он не может проиграться для каждого из вас. Может не проиграться вовсе. Рекомендую еще смотреть по асценденту. Итак, настраиваемся с вами на позитив и начинаем смотреть. Общая атмосфера месяца. Что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Рыцарь Жизлов. Ну, в ноябре у вас здесь четко стает, во-первых, импульсивность, быстрота развития событий, скорость, новые идеи, новые возможности, новые впечатления. У кого-то на повестке дня будет стоять поездка, отпуск, переезд, покупка автомобиля, вложение в автомобиль. То есть запал страстей тот, который вы ранее хотели реализовать. Мы сейчас посмотрим, чего конкретно будет здесь касаться. У вас ситуация. Ну, по семерке Жизла, во-первых, могу сказать, именно по прорисовке этой карты. Действительно, поездки, отпуск, либо путешествия, потому что у нас, да, нарисована планета, здесь вот ситуация вот целиком. То есть то, что вы будете обижать. И по связке карт, это еще бороться за свое и я, за свои возможности. Так как карт у нас Жизловый, это может касаться у нас как работы, так и личной жизни. А мы сейчас с вами будем проверять, где ситуативно отыграются у вас данные арканы. Так, что у нас относительно работы? По работе карта башня, либо в отпуске, либо на больничном, потому что здесь большую часть месяца либо вы не будете работать, либо в плане работы будут кардинальные перемены. Давайте дотягивать, смотреть, что же здесь у вас будет знаково. Итак, что у нас здесь у скорбов? Поездка у вас. То есть у большинства проиграется как поездка, путешествие, переезд, отпуск, либо большую часть месяца вы не будете работать. Поэтому карта башня, это как отсутствие работы. У кого-то, безусловно, еще проиграется как знаковые перемены. Командир губка, поездка, переезд по работе, переход в новый филиал, либо на новую работу. То есть знаковые какие-то перемены. То, что у вас здесь идет по связке карт. Но, повторюсь, у большинства это как поездка, отпуск, путешествие и все, что с этим связано. Оформление билетов, документов, потому что это у нас карта, которая связана все-таки с документооборотом. И как следствие отсутствия ваших рабочих действий, деловых контактов, деловых связей. Это касается абсолютно всех. То есть как наемных работников, так и тех, у кого свой бизнес. Если же вы здесь в роли соискателя, к сожалению, могу вам сказать, что в рамках месяца вы не устроитесь. Здесь, если вы пенсионер, то арканы говорят о том, что ничего в вашей жизни не поменяется. Здесь единственное, что у кого-то уже полное завершение дачного сезона. То есть в закроте там и цветочки и так далее. То есть будут какие-то еще вот поездки связаны с дачным участком, у кого он присутствует. У кого не присутствует, у кого тут работы нет в принципе. Так, в плане финансов, вот вам вторит ситуация. Старший аркан смерть. Застой. Нет заработка. Давайте смотреть опять же, с чем связано. Перепроверяем ситуацию. Итак, что здесь? Восьмерка жезла. Восьмерка жезла, во-первых, как вы знаете, карта у нас сообщений, скорости, быстроты, поездок, перелетов и так далее. Ну, поездка. Поймите, у вас здесь больше как траты, а не как заработок. То, что у вас здесь падает по связке карт. Я понимаю, что не все могут быть весь месяц в отпуске, да, какую-то большую часть. Поэтому мы с вами дотянем на финансовую сторону вопроса. Семерка пентаклей. Здесь будет доход, но в большей степени здесь как ожидание подоб своего труда. То есть вышли с отпуска, получили какую-то небольшую зарплату. Либо если у вас собственный бизнес, доход будет. Но, естественно, не в том объеме, на который вы рассчитывали. То, что у вас здесь идет по арканам. Тем более, видите, у вас работа финансовая перекликается. Знаковая ситуация. Еще. Если кто-то здесь переходит на новую работу, то это ожидание, как первая зарплата, первой получки. Проигрывается именно так. Относительно здоровья. Туз жезлов. По здоровью у вас более чем все прекрасно. Запал энергии, восстановление эмоциональное, физическое, хорошее самочувствие. Прекрасно, особенно если для мужчин, вопросы потенции. Плюс те, кто планировал вопросы зачатия, однозначно да, можете смело пробовать. Карта зачатия, карта деторождения. Что здесь еще? По этой карте кто-то может проходить восстанавливающие процедуры. Ну, начиная от курса массажей, каких-то профилактических мер, задач. Кто-то может попить витамины, БАДы, все что угодно. Но здесь полная ситуация восстановления. Как, знаете, как обновиться. Поэтому в плане здоровья могу вам только, знаете, как бы позавидовать. Потому что здесь вот это вас действительно будет радовать. Что касаемо личной жизни, карта падает повешенной, подвешенной. Ситуация без изменений. То есть, если на текущий момент вы свободны, в ноябре месяце у вас не будет знаковых знакомств, ситуация останется неизменной. Если вы здесь состоите в качелеобразных связях, отношениях, то есть приходы, уходы, расставания и так далее, тоже останется все без перемен. Те же самые любовные треугольники, четырехугольники. Здесь не будет ни разрывов, ни уходов, ни стремительных развитий вашей связи в отношении. И также те, кто состоит в стабильных семейных связях, где не предполагаются ни любовных треугольников, ни других перипетий, все здесь останется неизменным. Но могу вам сказать, давайте сейчас даже дотянем сюда карту. Как видите, здесь падает десятка мечей. На самом деле ситуация хоть и острая, вы понимаете, что вот в декабре что-то придется менять, либо будет ситуация меняться, но на текущий момент по двойке кубков вас все устраивает. И в ноябре месяце вы ничего у меня здесь не будете. Это факт. Что касаемо карты совета. Карта совета у вас падает дурак. Дурак это карта нового начала, нового цикла. Обновление, перемен. То есть если в плане здоровья обновиться. Если планировали зачать где-то рождение, удачный месяц. Однозначно получится. У кого-то просто будет известие о том, что идет пополнение в себе. В качестве совета, если будете там сомневаться, рожать, не рожать, по связке карт рожать. Что здесь еще? Опять же, поскольку у нас аркан путешествия, переездов, карта риска. Путешествуйте, езжайте, отдыхайте, наполняйтесь, восстанавливайтесь. Карты вам это сулят. Если планировали начать здесь новое дело, как рискнуть стартап, то это я больше рекомендую делать уже ближе к концу месяца. То есть в начале месяца унашивать планы, пытаться их реализовать, а уже ближе к концу месяца начинать что-то воплощать в жизнь, ваши идеи. Плюс карты сами по себе в качестве совета рекомендуют тем, у кого есть дети, по максимуму уделять время детям, проводить время с детьми. Их хобби, их интереса, их начинания. Если еще посмотреть карту с другой стороны, с позиции взрослых, то арканцу этот привнести в вашу жизнь немножко драйва, дурачества, каких-то вот, может быть, воспоминаний, вернуться в детство, либо поехать на родину. То есть, вы знаете, как-то наполнить себя теми воспоминаниями, которые радовали вас ранее. Вам сейчас это жизненно необходимо. Ну и давайте посмотрим для вас, что у вас здесь в плане неожиданности в рамках месяца будет. Так. Брак, ребенок, свидание. Ну, во-первых, что могу сказать? Во-первых, у кого-то здесь может идти ситуация планирования детей, либо деторождение. У кого-то по связке карт, это как может быть приглашение на свадьбу, какое-то торжество и так далее. Либо, но это уже будет ближе к концу месяца, потому что весь месяц в основном у вас застойный, нарисуется какой-то партнер либо партнерша, человек новый. Человек новый, но для скорпионов он может быть судьбоносный. Почему? Потому что по связке карт, это человек, с которым впоследствии у вас может быть стабильная связь, если вы сейчас в таковой не состоите. Если же вы сейчас в стабильных семейных отношениях, карты говорят о том, что либо будет акцент на ребенке, на тех детях, которые у вас уже есть, либо на планировании детей, либо на новом совместном проекте. Это может быть все, что угодно, семейный бизнес, семейные дела, какие-то новые начинания. Но то, что для вас месяц будет крайне успешным и плодотворным, это факт. Поэтому не акцентируйте внимание вот на эти карты, потому что, повторюсь, либо... Ну, понимаете, здесь, поскольку здоровье показывает отличное, то по связке карт, многие из вас просто либо будут кто-то переходить на новую работу, либо кто-то будет здесь в большей степени в отпуске. Вот такого от вас выдается месяц. Отпишитесь мне, пожалуйста, в комментариях, как он у вас проиграется, либо не проиграется. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Для тех же, кого интересуют мои индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч!